и всем приветикими секретики и вы сейчас в моем канале секрет только и сегодня у нас будет продолжение нашего видео где мы поругались с лео кто еще не видел то обязательно смотрите это видео уже есть у меня на канале а мы не будем затягивать и уже поскорее начнем всем приятного просмотра я не знаю что сейчас будет потому что лео сильно очень рассердился и куда-то ушел ну и сейчас мы пойдем естественно за ним а точнее к нам домой потому что я не думаю что он мог уйти мимо дома так что пойдемте уже побыстрее лео я дома что случилось ты где вообще извините я сейчас не смогу вас помыть мне нужно разобраться лео что происходит ничего силе не трогай меня пожалуйста но надо же что-то все же решить и почему-то психанул и ушел без меня я вообще не понимаю что происходит если честно если не понимаешь что я тебе объясню еще раз меня уже достало то что ты мне недооцениваешь и никак не ставишь даже с собой рядом то есть ты себя делаешь выше других ты себе купила столько одежды даже когда ты снимала обзор на наш гардероб у тебя одежда была больше чем у меня понимаешь даже больше половины одежды твоя а не моя лео если ты можешь заметить это у всех мужчин это и у твоего папы и у моего папы то есть практически у каждого и никто почему-то на это не обижается но именно тебя это выводит из себя в общем я приняла решение такое давай говори нам нужно пожить отдельно от друг друга то есть я тебя съеду не знаю как ты но я постараюсь найти квартиру поблизости и пожить где-нибудь в другом месте а этот дом мы продадим чтобы было все по-честному в смысле как это ты серьезно хочешь вот так вот сядь да силе давай отдохнем друг друга а потом уже там не знаю через месяц или через год я не знаю через сколько все решим как все будет так и будет я пойду собирать чемоданы в смысле лео что это за детский сад я вообще не понимаю все же было хорошо и ты вот хочешь из-за такой какой-то ситуации из-за которой ты сам же начал на меня злиться и бычить вот сейчас взять и уйти ты серьезно этого хочешь может я не знаю денек переждем и завтра уже все нормально будет или даже к вечеру зачем принимать такие решения сразу же силе если тебя все устраивает то меня нет я не хочу сейчас жить здесь рядом с тобой я ладно ты можешь просто взять и согласиться со мной хотя бы раз ну если ты вправду так хочешь то ладно просто я не понимаю из-за чего это все силе я не хочу тебе больше ничего объяснять все да я соберу чемоданы и уеду хорошо куда ты поедешь у тебя нету дома я найду значит где жить ищу поблизости самый оптимальный вариант и туда и заеду вот и все так это надо найти заранее наверное они вот так сразу можно я сам хотя бы все решу раз уж на то дело пошло и такая ситуация в общем короче решай все как хочешь я больше тогда вообще не буду тебе лезть и в твою жизнь тоже вот все бери собирая вещи и уезжай если тебе так будет удобней ты мне тоже раздражаешь все только свой компьютер оставь потому что мы его вместе покупали и в нем мои деньги тоже есть так зачем тебе камеры вообще мне тоже не понимаю что мне забрать заберу планшет книгу рюкзак мои вещи зубная щетка шампунь так ну и все остальное думаю сам себя возьму ирми не все равно силия я ухожу ты придешь хотя бы или как или мне просто брать и уже побыстрее отсюда уходи и вообще не знаю почему ты так со мной поступаешь сейчас это вообще глупая ситуация который можно забыть даже спустя пять минут просто понимаешь у меня уже накипело за все что мы прошли с тобой я как-то раньше да ладно да ладно пустяк да пустяк а сейчас мне уже реально просто выбесила эта ситуация не могу такое терпеть отношение к себе а может у тебя кто-то опять появился силия хватит уже пожалуйста прекрасно знаю что у меня никого никогда не было это девки ко мне всегда все сами прилипали а я только тебя любил но теперь уже как-то не знаю как же даже предложение которое ты мне делал что мне теперь делать с этим кольцом да ничего выкинь если хочешь не особо то оно уж и важно мы же еще не расписались и не поженились так что чё здесь я ушел пока всего тебе хорошего ну и ладно иди куда хочешь да хоть на все четыре стороны так будьте пока что здесь я сейчас тазик принесу все давайте садитесь так давайте кипочку снимем как он вообще так мог поступить давай тебе немножечко еще лапки тут и тебе все готово нужно вас высушить и все давайте вылазим вытерем лапки все вот вы чистюленькие мои хорошенькие ой кто-то там звонит кто там мама звонит ё-моё как ей это сказать ладно алло мам да алло силе привет как у тебя дела силе я что случилось ну ка рассказывай быстро и вот даже не смей мне врать и говорить что все хорошо я по тебе уже слышу сразу мам тут такое дело что произошло силе что то с лео или с бейте и реки что случилось мы с лео расстались что в смысле как это да мам так получилось что он решил от меня уйти и ну я не знаю так дорогая моя тебе я приехать да мам приезжай хорошо я к тебе тогда сейчас приеду ты меня жди все давай и сиди дома я сейчас буду угу давай мам пока ой мама что ли доченька родная моя господи все будет хорошо так пойдем я налью тебе чаю и все присядем и все поговорим так ну-ка быстро успокоилась силия все возьми себя в руки не надо реветь я сейчас тебе принесу салфетки подожди зачем так далеко салфетки то суете еле достала вот все держи вытирай свои слезы мне они не нужны давай ты у меня сильная девочка и ты недостойна таких гореваний успокаивайся давай вот держи еще салфетки фух вот молодец так рассказывай что и как произошло в общем мы спокойно гуляли с бетей реки и внезапно ну я увидел магазин n&d ты прекрасно знаешь что я типа люблю закупаться да вот это все я предложила зайти но он согласился и то уже как-то все было негладко по его глазам ну я зашла начала выбирать я ему сказала что я только померить зашла в общем я начала покупать там ну как не покупать а выбирать всякие вещи которые мне понравились угу и решила ну все таки их померить я набрала там много этих вещей ну и пошла мерить я померила все вещи просила ну показывала ему все он вообще мне даже не отвечал идет мне не идет то есть просто тупо стоял и смотрел на меня будто я в чем-то виновата понимаешь такие глаза какие-то ну непонятные хотя он мы всегда нормально раньше ходили по магазинам все было хорошо выхожу такая говорю что я хочу это все купить потому что мне все вещи очень понравились и все типа мне идет я ему это сказала и он как начал на меня злиться просто говорить что я его недооцениваю что я его бешу ну насчет того что он сказал что ты его недооцениваешь да это и вправду так силе ну почему мам я же всегда я старалась ему покупала всегда выбирала подарки почему вы все так думаете силе я поверь мне на слово есть такие случаи где ты его и вправду недооцениваешь вот ты ему выбрала хотя бы одну вещь нет не выбирала ну почему он мне не разрешает покупать то что мне нравится ну потому что селея у вас с ним заработок один и работает то лео а не ты ты зарабатывала только на своих челленджах 24 часа в магазине и все да как ты 24 часа где-то работала где-нибудь в спа салоне или еще где-то так большую часть у вас в семье зарабатывает лео он что-нибудь рассматривал или ты только на себя обращал внимание ну я рассматривала его не знаю ну он вроде тоже что-то там смотрел какие-то костюмы себе ну вот ты же могла ему предложить возьми ли я у себя что-нибудь померить и так далее ну мам ты же так не делаешь с папой почему мы всегда с ним ходим по магазинам мы всегда я у него спрашиваю куда бы ты хотел зайти то есть ну все же как-то не так все ну вы видите еще молоды может вам и вправду отдохнуть надо устали друг от друга но все же хорошо я вообще не понимаю с чего это все началось но вселенная наверное есть из-за чего раз обозлился знаю лео он ну довольно хороший умный парень наверное у него просто накипело и вот но он мне это сказал перед уходом он прям совсем уже да он взял вещи все собрал и уехал он оставил даже мою игрушку которую я ему подарила на 23 фавря он оставил камеры я его попросила оставить компьютер почему ну потому что свои деньги я тоже в него вкладывала когда мы его лео покупали ну ладно в общем ну это полный ужас я не знаю что просто делать не знаю сможешь ли ты к нам переехать или нет потому что твой институт находится ну очень далеко от нашего дома и тебе будет совсем неудобно перебираться по городу как на свои занятия по вокалу там тебе не знаю сколько придется честно ехать и перебираться так и в институт мы с тобой живем довольно очень далеко друг от друга несмотря на то даже что в одном городе тебе ехать ну целый час это без таких довольно больших пробок и так далее так что я не думаю что ты захочешь ну мы конечно не против если ты хочешь то переезжаем мы тебе всегда будем рады ты же знаешь всегда тебя примем и Дженни с Майком и Софиной будут очень рады но это уже тебе решать если хочешь переесть в какое-нибудь общежитие а можешь вообще здесь остаться жить то есть как тебе угодно в этом огромном доме я не хочу жить потому что он большой мне ну не по себе как-то я не думаю что вы навсегда расстались я почему-то уверена что вы просто устали друг от друга вот и все ладно Силия это тебе решать ты все-таки уже совершенно летняя взрослая девочка у меня выбирай так как тебе хочется ну а я всегда буду за тебя за твое мнение и за твой выбор не грусти все это со временем пройдет у всех бывают такие переломные моменты в жизни и ты как говорится не исключение не отчаивайся не грусти и живи просто своей жизнью ну ладно тогда я поеду домой что же мне тут или с тобой еще побыть да едь мама у тебя же куча своих дел что я тебя задерживать буду ты моя самая лучшая девочка на свете и если уже Лео от тебя и ушел навсегда то найдется другой для тебя принц на белом коне пока солнышко если что звони угу ну а на этом сегодня все ставьте лайк подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новых видео можете написать в комментариях какие-нибудь свои предложения кто здесь прав и кто виноват ваше мнение ну и как думаете что я буду делать дальше оставаться дома вот здесь в этом доме либо переезжать в какую-то квартиру либо вообще перееду в общежитие ну а может и к своим родителям кто знает с вами была я Силия всем пока пока и до встречи в новом видеоролике